Прилетая встречу, эту фразу говорят на разных континентах, в разных уголках планеты. Главное, чтобы гость знал, куда он летит, кому, какие имеет права пребывания в той или иной стране. После Экспо-2017 поток иностранцев в Казахстан несколько снизился, но и в страны СНГ миграционный поток в Акмолинской области также активен. К примеру, в этом году через органы внутренних дел прошли регистрацию свыше 28 тысяч человек, а самые распространенные нарушения со стороны иностранцев – несвоевременная регистрация, уклонение от выезда и даже незаконная трудовая деятельность. Сотрудники полиции говорят, что они также на страже их прав. Ведь у некоторых от казахского гостеприимства кружится голова, и они теряют контроль над своим поведением, имуществом и так далее. 26 тысячи иностранцев прибыло из стран СНГ. Около 219 граждан прибыло с дальнего зарубежья. Конечно, по ним мы ведем работу. В случае депортации на сегодняшний день, по итогам 10 месяцев, мы депортировали 403 иностранцев из стран СНГ. В том числе есть там и граждане дальнего зарубежья. То есть мы их депортировали, теперь они не могут к нам заехать в течение пяти лет. Мы им выставляем запрет. Без регистрации в Казахстане могут находиться граждане стран Евразес до 30 дней. При желании продлить вопросов не возникает. Но в то же время в некоторых странах сами казахстанцы могут без регистрации и продления находиться первые 90 дней. Я гражданин Азербайджана. Часто приезжаю в Казахстан. У меня очень много друзей в Казахстане. Проблема того, что я могу находиться здесь 30 дней. Когда ко мне приезжают друзья из Казахстана, они могут остановиться 90 дней. Очень хотелось бы, чтобы пересмотрели данный вопрос. Достаточно и тех, кто приезжает в Казахстан за этноэкзотикой, курортным лечением в Бурабае увидеть знаменитый байтирек и попробовать кумыс. Но полицейские предупреждают, лучше сначала ознакомиться со всеми правилами, чтобы не возникло недоразумений ни у приглашающей стороны, ни у гостей.